Сейчас тут как бы самоучка там с братьями своими, мы изучаем это всё. И ваши ролики, они очень кстати, да. Поэтому, дай бог вам здоровья, если будут какие-то вопросы, мы сами не справимся, я буду обращаться. Ну, я не могу вам гарантировать поддержку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну, если буду свободен, пожалуйста. Я для того, в принципе, видео уроки-то и делаю, чтобы люди могли посмотреть, попрактиковаться. Почему бы и нет. Так что всё шикарно, всё спасибо. Вы что-нибудь ставили, какие-нибудь конкретные сборки или чем занимаетесь? Я, значит, вашу сборку золотую. Вот мне сейчас вот стоит. Я её сначала сделал, значит, ну, копии, на копии сначала я, будем говорить так, усовершенствовался. А потом я сделал свой образ, я вам писал. Просто я его немножко усилил программами и ещё плюс ваш образ там оставил на эти сутки. И сделал свою загрузочную флажку. И с неё я уже могу, как говорится, в любом месте ставить. Или вообще всё снести, если поставить её. То есть вот это я заделся как бы сам. Ну, так это вот самое главное. То есть вы понимаете, перед вами открываются безграничные просторы для творчества. Почему? Потому что вы всегда можете взять базовый какой-то официальный образ. Или, допустим, мою сборку. Половину то, что вам не нужно повыкидывать. Половину, значит, то, что вам нужно там вставить. И это будет уже ваш свой уникальный вариант. То есть именно образ вас, Михаила. И, допустим, показать её друзьям. Сказать, ребята, вот вам нравится, а что бы вы там хотели. Я-то ориентируюсь на мнение большинства. Поэтому я стараюсь свои сборки делать ну так, чтобы, по крайней мере, подходили, ну, скажем так, по набору программ большинству пользователей. Но есть ведь пользователи и со специфическими нужными. Кому-то там одно нужно, кому-то другое. Ну, это же индивидуальное дело. Поэтому на вкус и цвет друга нет. Поэтому, значит, ради бога. Самое интересное, что приобщаясь к миру Линукса, ну, во-первых, человек отучается от страха перед терминалом. Что там, взял, скопировал, вставил, да и вперёд. Там не надо там заморачиваться на изучении годами всех этих команд. Ну, это то дело подсобное. А вот возможность, допустим, творчества, чтобы взять систему, настроить её по своему вкусу. Вот именно поставить только те программы, которые вам нужны, которыми вы пользуетесь. Вот главное прелесть Линукса. То есть никто с вас там за вами не шпионит через там какие-то там бэкдоры. Да я замучился с десяткой. То есть у меня было столько рецензионных дисков, да? Я вас не вижу в камере. Ну ладно. Да, дело в том, что у меня просто аналоги там на полке валяются. Мне надо идти её и подключать. То есть я вот помог, что у меня рецензионные диски были. Семёвка, десятка. Я ставлю обновлял до десятки. Когда у меня стополка приходит, она уже откидывает. Ну я на ней не работаю, я не стал её вообще. Вот. А самое интересное то, что я не могу теперь вот эти диски, диски, да? Вот. Например, захотел я сейчас уже восьмёрку поставить. И её кодом своим, да, официальным активировать. Она уже не даёт. То есть он как бы стёр. Мне этот код в семёрке, восьмёрке. Моих же. Вот. И теперь, если десятку ставить, у меня прям десятка активированный припой. Но я не работаю. Я уже всё отключал. То есть всё только можно. И у меня компьютер сам выключается на десятку. Ну, понятно. Ну, ладно. Это дело такое. Ну, теперь моё лицо видите. Да, да, всё прекрасно. Ну вот. Михаил, я этими виндосовскими штучками сыт по горло. Могу вам ещё смешнее сказать. Ведь от винды, по крайней мере, я лично никогда не видел такой, скажем, услуги, какую я оказываю людям. Удалённая помощь через TeamViewer. Чёрт не знает, где человек находится. А я ему помогаю сделать и разметку диска, и установить там эту самую систему и так далее. То есть у меня тут один знакомый англичанин. Ну, я сам-то в Англии живу. Я посмотрел, что я делаю. Он говорит, Алекс, ты вообще-то unique person, уникальный человек. Вот. Я говорю, да ничего особенного. Я говорю, я пользуюсь стандартными программами. Всё. Ну, просто вот. Ну, он говорит, ну, это, говорит, что-то. Вот. То есть вот, находясь на самой вшивой, паршивой флешке, там, два, там, с половиной, там, ну, максимум, три гигабайта, у вас ведь практически полноценная операционная система, вы на ней что угодно можете делать. Я такого от Винды не видал. Может быть, и она может такие танцы с бубнами делать, но думаю так, что у них там размер из-за образа будет уже там 15 гигабайт, как минимум. То есть, Linux в этом плане вещь очень такая замечательная. Так что я могу вам рекомендовать, значит, ставьте, пробуйте, гоняйте в хвост и грибу, знакомым своим давайте на попробу. Ну, почему бы и нет. Штука, ну, ну, это, во-первых, само по себе, занятие по себе, само по себе, оно интересное. Полезное, да. Да, это не то, что там Винда, они там везде поставили, там, секретные замки, секретные коды, и ты, как Ваня Курский, как говорится, не знаешь, там, а что делать-то? Все закрыто, ничего поменять нельзя. А тут ты очень многие вещи можешь поменять. Очень многие. Олег, а можно такой, вы видите, вопрос задать, коротенький? Ну, давайте. Да, я там, вкратце, я там смотрел ваши сборки, вернее, разместку от депарки, там, где вы ставите, внестрец сначала, да, вот, куда ставить. Заслоет образ, этого, сборки, длинных, а потом вы десятку там разбиваете, расцелены и пошел. Я попытался как-то сам попробовать, так, у себя, да, и у себя почему не получается, потому что я разбивку делал все четко, как у вас. Ну, то есть, я учусь у вас, будем говорить так, ну, все у вас учусь. Вот, я сделал, а когда я ставлю свою десятку сборку, он, естественно, мне не дает, потому что пока, вы знаете, когда загрузчик Windows стоит, то есть он в этой таблице, в эмуляторе, он начинает мне показывать. То есть, пока ты все диски не уберешь, не поставишь, не оставишь, он не дает мне поставить десятку. Ну, во-первых, на эмуляторах такие вещи не делаются. Вы поймите, что эмуляторы, это не полностью, как говорится, реальность. Если в реальности вы вначале поставили Linux Mint, затем решили поставить десятку, вы можете указать раздел, на который вам там поставить, там, десятку, там, восьмерку, семерку, нет проблем. Он вам поставит. И сможете загружаться только с Винды. Поэтому у меня есть парочка видеороликов о чудесной программе, которая называется «Поисковик операционных систем». И вот, допустим, если вы сначала поставили Linux, а потом Винду, у вас начинает автоматом грузиться только Винда, и она, кроме себя, родной, никого не видит. Ну, когда вы включаете, значит, флешку, на которой записана, значит, программа «Поисковик операционных систем», она вам все эти разделы находит и предлагает вам загрузиться с Минта. Вы загружаетесь с Минта, в Минте включаете Super Boot Manager. Он вам, как говорится, подключает все необходимые разделы, и он видит сразу и себя родного, там, и другие на Linux-системы, и Винду, и выдает это в виде, как говорится, там, меню загрузки. И потом идете в группу «Кастомайзер», значит, там настраиваете, в каком порядке, значит, чтобы у вас оно выглядело в менюшке. Вот. По этому поводу, значит, сделано масса у меня видеоуроков. Даже последний вот видеоурок, с первого по четвертый, я сделал по Multisystem, и там, кстати, опять-таки, я, значит, рассказываю с очень большой теплотой, скажем так, о программе Super Group 2, диск у них она называется. Ну, на самом деле, это тоже самый «Поисковик операционных систем». Вот. Великолепная программулина, причем весит она, ну, в полтора мегабайта, вот, можете представить? Вот так. А пользуюсь я уже 10 ей, так что уж проверено временем. И в 8-ми, там, в 9-ти случаях из 10-ти она позволяет загрузиться. А если вы вначале поставили винду, а потом поставили Linux Mint, или просто Linux, тут проблем нет. Он, как правило, начинает подхватывать все эти системы, и все будет нормально. Вот, так что не волнуйтесь, бояться не нужно, поэкспериментируйте с программой OS Prober, или с программой Multisystem, посмотрите видеоуроки, и сразу многое, как говорится, станет ясно, понятно, и будете уже, как говорится, в этом плане... Будем стараться, интересно, да, спасибо. Вы свой город еще раз мне назовите. Астрахань. У меня там пишу, я почему для Дениша наставник, потому что у меня полно тоже учеников, они все для Дениса, для Дениса, для Дениса. Ну, я для Дениса как поставил. А так, Михаил Хорокин был. А у меня есть очень хороший, значит, автор тоже из Астрахани, Олег Стогний, он, значит, на сайте у меня представлен, есть у него масса видеоуроков, и он делает очень хорошие видеоуроки по видеоиграм. Это, скажем так, такая специфическая отрасль, что, допустим, ну, я в нем полностью, так сказать, не разбираюсь, я не игроман. А Олег, он, значит, умница большая, значит, он массу сделал видеороликов по настройке самых там разных видеоигр, я просто удивляюсь, почему у него так мало просмотров. Поэтому я его сразу же засунул к себе на свой сайт. Почему? Почему? Потому что об этом человеке должны узнать как можно больше пользователей, потому что он делает очень хорошие видеоролики в высоком качестве. Причем у него стоит Linux Mint Sonomon 17.1. Вот какая умница. Не полез он там за новизной, там 17.2, там 3. И у него все как часики работает на 17.1. Вот настолько мудрый человек. Ну, а если работает, ну, а что тогда дергаться-то? Конечно, конечно. То есть все его любимые программы, если работают, что прыгать там через голову за этими версиями Гнаца и так далее. Это вот нездоровое, я считаю, явление. Я тут недавно сделал видеоролик по Ubuntu 16.04 и даже выложил этот самый изообраз, а потом сегодня пришел, взял его и убрал. И написал, что версия еще сырая, подождите полгода-год, пока там они не исправят все свои баги. И сейчас туда закачиваю версию 14.04, та же Ubuntu, Ubuntu 14.04, Sonomon, но уже, как говорится, настроенное все нормальное, на которое все, как говорится, чики-пуки. Я смотрел только сейчас. Ну, я только-только начал закачивать, то есть там могла появиться только контрольная сумма, а сам образ Ubuntu 14.04, ну, я закачаю, может быть, там через пару часов, я там не знаю, сколько это времени отнимет. Ну, штука хорошая. Я люблю рабочее окружение, Sonomon, но я поэтому вот и сделал Ubuntu 14.04, Sonomon, то есть настроенную, все, все те же мои программы, как говорится, но уже, как говорится, вот на Ubuntu. И вот абсолютно разные вещи, то есть на 14.04 все работает, все ставится, абсолютно все нормально. А на этом, я же показывал, что там и глазок программы для записи с экрана там не виден, и Sling's Code там этот самый не работает, там, ну, сырающая версия, надо ждать. И у меня со временем выработался такой подход. Значит, любая новая вышедшая версия не означает, что вам надо тут же срочно бежать и ее вставить. Вот пусть у кого, как говорится, зуд в одном месте есть, это дело они и делают. А вы ждите, будьте мудрее, ждите там от трех до шести месяцев, пока все это дело не уляжется, не устаканится, и посмотрите. Если опять-таки что-то там такое будет не то, у вас всегда есть старая версия, всегда на нее возвращайтесь и сидите на ней. Вот, то есть вот это вот, я хочу предостеречь пользователей от этой вот дурной гоньбы за этими версиями, за этими точками и так далее. Вот если то, что у вас нормально работает, а версия, допустим, поддерживается той же Ubuntu до 2019 года, ну и сидите вы на ней спокойно. Все. Линук Смин. Я брал многое, и вот у меня тоже Линук Смин нравится вот именно окружение синамон. Я на нем и сидел, то есть я с него начал изучать. Я сначала с Ubuntu мы начали с братьями изучать, вот, а потом уже вот именно вот яси, он любит Ubuntu, он сейчас Ubuntu ставит там, Ubuntu, изучает он вообще, залез в эти все. Нет, ну, да, ну, но ради бога, это же, как говорится, рабочие столы, это так же, как лица. Там, как говорится, одно европейское лицо, одно китайское, там другое, там корейское, там четвертое, там еще не знаю, там африканское. Кому что нравится, ради бога. В принципе-то сам мотор. А какой на него уже, в какую его оболочку засунут, это уже дело другое. Тебяков, тетя, а то мы вам воглу высквали, у нас тут воглу послали. Сейчас ребят приехали, подойте, стулы, десаните. Вот, я их там 700 километров от Астрахани, в сторону Камызиака, там хорошие разливы, там знакомые живут, вот они туда приезжают, вот, прямо идет в область экрана. Ну, если любитель, так я говорю, у нас некоторые любят меня, я тоже не любитель такси. У меня дедушка был страстным рыболовым-охотником, но мы жили на Дальнем Востоке, на границе с Китаем у него было его село, а я жил в Владивостоке. Но мама меня посылала к нему на три месяца, каждый раз, каждое лето. Вот, так мы там даже на касатку, это самое, с ним касатку ловили. Мини-акула, скажу вам, и стоит только поранить палец ее верхний плавник, так потом два часа будешь этот палец в холодной воде отмачивать. Взбухает у нее там какой-то яд там на этом верхнем плавнике. А само мясо-то нежнейшее, вкуснейшее, как говорится. Такая уха, ой, ну что вы. Так что страсти рыбаков я понять могу, хотя сам тоже. Не рыбак далеко. Ну, ладно, приятно было пообщаться. Спасибо, Патюш, что уделили внимание. Да нормально, ну, будут вопросы. Спасибо вам. Хорошо, Михаил, договорились, удачи вам. До свидания.